С нами Зевс и Арес, враги обречены. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Да, ну, Зевс сражается по факту за нас, Арес тоже, и тут какие-то бомжи повысаживались. Что они пытаются сделать? Что они хотят? Убереть! Ну, это мы им обеспечим однозначно. А занимать эту высоту не будем. Хотя здесь тоже в любом случае склон, который даст им небольшое преимущество в сражении. А может быть сейчас тогда по классике вот здесь будем встречать. Но посмотрим. Основная его армия идет с нашей левой стороны. Здесь тремя отрядами, если перекрывать только нужно. С этой стороны идут в основном легкие, хотя два есть средненьких. Средненьких отряда. Есть два средних. Есть два средних. Здесь можно перекрыть. Просто, ну, на площадь заходить. Но, с другой стороны, создать толпу. Максимально большую толпу. Ее громить. Ну, так будет интересней. Так будет веселее. Вдобавок ко всему. Допустим, прачников разместить на площади. Так, а ну-ка, стрелки, вы, в любом случае, пока, пока еще вопрос не решен. С победой режим обороны используете. В безоговорочном. Давайте тогда один фланг. Там, где больше всего врагов. Мы блокируем по классике уже жанра вот сюда. Здесь мы размещаем двоих. Тоже серьезных ребят. Но наши прачники смогут убивать тех, кто пытается здесь сражаться против них. Именно таким вот образом троянских воинов. Можно вот вам сразу отключить. Вам сюда. Один отряд поставить. Он перехватит их. Он однозначно их перехватит. Всех, кто пойдет сюда. Двоих ставим. Здесь троянских воинов. Их хватит. Одного сюда. На всякий случай. Одного еще пододвинем. Один. Прикрытие. Добавок ко всему у нас два полководца. Так что здесь один становится. Здесь гарнизонный становится. Где-нибудь вот здесь. Вот здесь даже. Поближе, чтобы прачникам было попроще расстреливать. Ну и лучники. Готовы. А вас даже куда не знаю. Сейчас. Ну где-нибудь примаститесь тоже на площади пока что. В любом случае у него стрелков нет. Опасаться расстрела нам не стоит. Ну тот случай, когда ну. На самом деле автобой мог бы и поверить даже в нашу победу. Ну сказать. Ну ничего. Живой силой будет пытаться против более-менее сбалансированного гарнизона на улицах города. Ну отдадим победу ему и все. На каньончике так сел. Ножки свесил. И наблюдаешь за битой. Главное, чтобы смс-ка не прилетела в голову какая-нибудь. С надписью. Но он большую часть пока что, по крайней мере, ведет сюда. Самых, можно сказать, сильных. Это плохо. Тогда мы будем поступать чуть иначе. Полководца, во-первых, сюда перебрасываем. Это раз. Лучники пока накидывают этому ополчению. Лучники пока ему накидывают. Брачники уже включились в дело. Здесь мы начинаем... Так, отставить, 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 отставить. Вы нет. Здесь лучники пока. Лучники, переключаемся. Полководец задействуешь. Ты нападаешь. Ты нападаешь сюда. Все, великолепно. Этот отряд сейчас побежит. По факту они ничего не смогут сделать. Давай, давай, давай. Решил сразиться. Атас. Так, выводим чуть-чуть под углом. Наша задача сейчас копьеносов зацепить. И копьеносов именно расстреливать лучниками. Мечники выходят сюда. Запасные уходят вот сюда. Вы преследуете ополчение. Можем великанов еще перебросить. Уходим, уходим, уходим. Давай, 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 давай. Мечники просто страхуете даже. Даже в атаку сейчас не идете. Резерв вот сюда перебрасываем. У него застрельщики есть, кстати, гарпии. Точно, я забыл про них. Ну, они. Ничего не значат. Все, великолепно. Лучники, переключаемся. Бьете сюда. Здесь даже отряду не пришлось перестраиваться. Просто преследуйте. Вопросы по победителю еще будут. Так, лучнички, аккуратненько заходите вот здесь. Только друг в дружку не залазите, пожалуйста. Не надо вот этих атакейских замашек. Так, идем сюда. И закидываете. Этот отряд может даже вернуться. Поэтому возвращайтесь вы. Вот вы не занялись копьеносцами. Это плохо. Возвращайтесь сюда. Великаны, переключаемся. Полководец тоже переключаемся. Здесь все-таки есть небольшие проблемы. В лице гарпий. Ополчение разбиваем. Гарнизонный полководец пока сражается. Вы их отпустите. Вы их отпустите. Мечники. А лучников выводим. Лучников выводим еще дальше. А ну-ка разбейте их. Вы их и в соло разобьете сейчас. В атаку, в атаку, мечники. Плюньте на полководца. Ну, он ни к чему там. Лучники тоже пробегите. Не сильно заморачивайтесь, пожалуйста. Если что, вы от Михаила Николаевича. У вас не остановят. Бегом. Полководец смени. Мечники прикройте. Лучников. Лучники из-за этого вынуждены сейчас будут бежать. Хотя, ну давайте, ладно. Лучники, зацепите. Чтоб хотя бы один отряд по расписанию прибыл. Тут мы сейчас укрепим. Брачников можем отправить в тыл. Так, преследуй ты. Ты иди в бой. Огонь. Ух ты. Интересный поворот событий. Прочник, встречай. У тебя даже осталось пару смс-ок ему в лоб прописать. Припомни ему все. Вспомни все. Представь, что ты на Марсе. Не все поймут, да? Не все помнят. Даже кто смотрел. Комедийную отчасти роль. Шварц Шнеггера. Одну из нескольких. Так. Здесь у нас мечники нарисовались еще, кстати. Снова вернулись. Чертяки. Огонь. Мечники подтягиваемся. Так, отрядик. Тоже можешь подтянуться сюда. В остальном, ну, наверное, через шифт отдать приказ гигантикам атаковать. И можем наслаждаться, как лучники их убивают. Некоторые стрелы, правда, уже плашмя в них врезаются, но на смертность среди них это не сильно влияет. Самое главное. Какой ахеец откажется, чтобы им вот так вот по спине стрелой плашмя заехали. Они побежали. Победа уже близка. Вечно ты с устаревшей информацией, а букмекером тебе губить. Как мы это уже говорили. Цены бы тебе не было. Он не успел арестую даже использовать. Доступно, но не использовал. Так, серьезно, а что вы не преследуете? Я же снял вам запрет. Убивайте, убивайте, убивайте. Мне нужно, чтобы минимум врагов осталось. В этом регионе им нельзя дать поднять голову. Оп. Ну и ладно, закончили. Незначительная победа. Мы в любом случае заслужены. Фирей разбит. И даже наш временный полководец, которого мы должны будем заменить, он чуть прокачается. Чуть преданности у него даже увеличилась. Хотя, может, тебя-то и оставим. Сейчас посмотрим, как сложится. Как все дело сложится. Наследник приама. Размышления. У нас начнутся новые проблемы, как только мы станем полноценным наследником. Трое. В этом я не сомневаюсь. Акт вражеского агента неудача. Враг убит в бою. Налет. А нового очередного гениального задания не предвидится? Ну ладно. Хорошо. Так, значит так. Не будет такого задания. Ну и не будет. Мы не настаиваем. Правильно? Правильно. Амазонки. Красавицы вы наши. Город осаждаете. Город вы заберете. Я думаю, учитывая, что я его похоцал, вы уже его целиком и полностью будете сейчас контролировать. Потери мы восполнили. Поэтому следующий город предлагаем вам. Предлагаем вам и только вам. Алинда. 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 Так, давайте по отношениям отфильтруем. Дардания. Амазонки. Алинда первая в списке. Великолепно. И они даже с большей вероятностью хотят заключить военный союз. Плюс еще поделятся ресурсами. Либо мы можем попросить их присоединиться к войне. Можем попросить. Что у вас есть тут интересного? Вот. Смотрите. Договор о ненападении Спарта, Микены, Афины. Давайте попросим их расторгнуть договор с Микенами, например. Отказываются. Со Спартой тоже отказываются. И с Афинами отказываются. Но нехорошо же тогда. Вроде бы так неплохо начиналось. Ну ладно. Но сильно. Расторгать договор. Микены. Так, а ну-ка, подожди. 55. Если Спарта 59. Если Афины. И с Афинами даже с меньшей вероятностью. Но у них отношения улучшаются. А с Афинами сейчас и будут ухудшаться. Не, ну мы пока не улучшим этот показатель. Никак. Так что берем ресурсы и на этом довольствуемся. Чем в общем рады тому рады. Хорошо сказал. В летописи можно эту фразу записывать. Немножко древесину уменьшим. И на этом усе. Да? Амазоночки. Мы все молодцы. Все молодцы. И ты молодец. И он молодец. И всех вылечим. И все вот так вот замечательно у нас. И с Амазонками союз подписываем. И по идее мы по Асуве продвигаемся вперед. У нас мощный союз. Чуть-чуть до Асувы до самой не дотягиваемся. Стоимость найма всех мечников. 60 регионов. Размер конфедерации 40 ракет. Ну вот мощный союз. Ну вот чуть-чуть стоимость сейчас уменьшим. И бонус у нас новый. Стоимость содержания уменьшится. 10%. Великолепно. Великолепно. Так. Посейдон давай наверное тебе сейчас дадим немножко еды. Арест Зевс дипломатических отношений боевое накопление ярости Афродита. Что у нас по порядку? А ну-ка может Афродиту по мелочи хотя бы попросить в любом случае. Да есть еще небольшие проблемы изменения заход так что лучше Афродите пусть и не самый мощный бонус но небольшой Афродиту пока мы не задобрили на больший бонус. Что у тебя тут застрелы? В соло ты их не одолеешь В соло ты их не одолеешь Здесь идет Навбол В принципе Кис хорошо защищен Но если есть возможность тебя перебросить Я думаю стоит сейчас это делать Валисус уже точно без проблем выдержит испытания А здесь нам нужно будет подумать о найме в идеале Ну потом уже судя по всему когда появится место Давайте по армиям посмотрим Гектор Гектор А война 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 войной Сплошные войны Так ладно давай по отношениям посмотрим дипломатические отношения на остров фил если пойти сейчас тебе туда дорога здесь Наверное остров фил Амазонки до него попытаются добраться но его они уже не смогут захватить Гектору чуть-чуть придется развернуться назад дарить уже ничего не нужно Так и действуем Врубаем ускорение С амазонками уже есть союз на их территории мы тоже можем восстанавливать силы свои Где мой герой Где мой Теодор Где мой Мишка Тедди Кстати он дотягивается На самом деле он дотягивается Сейчас если попытаться Нет Чуть не Класс Можно было высадиться и уже диверсию сделать Но нет так нет Не будем судьбу обманывать У тебя на четвертом тут вот дальше пятый левел До сих пор четвертый левел Ну че ты такой медленный Еврис Фей Выдвигайся Куча гигантов в твоем распоряжении Ну всех гигантов которых можно мы тебя призвали Но они слабенькие по факту материал расходный Гарнизон землетрясение тут еще кто-то ему устроил Литья Да не ну вряд ли вряд ли Дружище Врубай засаду восстанавливай потери На следующий ход нападаешь Полидор Ну этого отряда хватит чтобы усилить и защитить Остаешься Теодор Ходил Хаон и Пелий Пелий А ты кстати собирай манатки Мы тебе придумали задачу Собирай манатки плыви сюда Че ты хлеб нажрешь то в сухую в сухую жрешь то нехорошо Так Ала Стар нет Медра Это где у нас поселение Айт новое поселение но его нужно улучшить согласен Ахирай Апелопия все-таки давайте Троянскую башню возводим ну практически в тылу но сейчас я же говорю проблемы начнутся как только мы объединимся и главное чтобы у нас земли которые исконно здесь Гектор присоединил чтобы они не закипали чтобы они не вскипали и не страдали тогда все будет хорошо тогда в принципе все вполне вполне стабильненько место для строительства у нас есть еще где-то Ресу вообще в крупных городах Лирнес казармы имеется теоретически можно ее попытаться улучшить сейчас вопрос насколько это рационально будет гида а вот в гиде да можно построить так хотя нет четвертый левел нужно зал героев четвертый левел сподвижники гектора и уж гектор начал бы творить сразу врагов бы гасил направо и налево ну а здесь все тихо пока спокойно ты это ремонтируй там город мне он целый нужен чтоб я пришел а город был целый а город был мой уже подготовлен ко всем целям тебе можно сразу тогда прокачать дальность перемещения это чужой армия дальность перемещения чужой вероятность успеха действия дальность перемещения вражеских агентов вероятность своем поселении влияние в регионе вот когда сопровождает армию берешь хотя здесь стоимость содержания сейчас все-таки для гектора давайте пойдем дальше полностью в стоимость содержания элиту чтобы быстрее нанимать давай атаку в ближнем бою качнем стоимость действия дальность перемещения этого агента когда бездействует при успешном действии своем поселении влияние дальность перемещения в чужом при успешном чужой армии но у тебя тоже бонусов так в итоге вот стоимость содержания дальше на шестом лишила воля даже наши четверки еще не скоро придут себя так вот эти прелести минойские опять грабят раздражают нас аж некрасиво по дипломатии мало ли что вдруг изменилось о долопы лекомеда долопы долопы но с ними можно подписать но опять же здесь братец может втянуть войну нас подбить на фигню так что лучше я думаю пока пока не стоит регионы будем союзникам далекие отдавать дарить безусловно тем самым мы улучшаем отношения прям очень хорошо то есть регионы не просто когда мы дарим даже обменивая их на ресурсы это улучшает отношения с фракцией мы прям знатно прокачиваем этот показатель ну и уникальную механику гектора задействует содержание тут буквально еще сорпедон сейчас одно поселение захватывает если нет он осаждает все он пока осаждает но амазонки тогда на вас надежда вы должны взять вот этот город милет он будет ваш кто должен взять милет как не амазонки а кто может лучше всего это сделать взять милет и захватить его так здесь неудача содержают ну отлично против наших не удалось милет агентами разбегается но к сожалению амазонки не взяли этот город не активировали мне сейчас бонус нашей механики успех родос родос а нападает все равно смотрите все равно родос нападает но мы и с меньшими силами защитили город от подобного стейка но здесь только есть прачники еще здесь есть у него еще прачники у нас есть дополнительный отряд лучников у нас улучшенный есть отряд бойцов копьеносцев но зеф с нами метатели дротики наносят урон дротиков прям значительно палец в ближнем бою мечи и топоры тоже приносят нам успех арест с нами погнали хотя смотрите герой предсказывает среднюю ну давайте наверное отдадим авторасчету ну смысл да играть эту битву вполне очевидно здесь мы перекроем уничтожим расстреляем давай если автобой верит ну хорошо что заглянул автобой верит родос мы уничтожаем в то время как их родину захватывает лекомет ну вы конечно молодцы ух ты ты слил не гарнизонных бойцов ты слил ну хотя бы не авангард гигантов это тоже удивительно тогда бери ресурсы он слил застрельщиков помпомпом молодец ладно застрельщиков так застрельщиков хорошо слил так слил ничего страшного аптера так ты стек там себя обновляешь или прям профукалу хорошо братец стоимость строительства всех военных зданий сейчас мы как раз военные будем строить активней участники конфедерации осула расширяются владения сила вашего союза растет о мощный все таки союз или подожди это мощный союз а мощный все правильно 40 лет кто-то захватил великолепно но что-то я не заметил удешевление значительного не сильно афины уничтожены не страшно что амазонки не захотели отказываться от договора с ними кадмийская победа самая главная победа какая-то уже не важно расход бронзы для всех отрядов за время проведено в поселениях с кузницей гектор ну ты не в поселении но рядом с ним был то есть по факту в регионе это уже хорошо сойдет сойдет подойдет давайте по армиям с гектор а с тебя и начнем тогда почему нельзя высадкой союзников пользоваться портовым тем более здесь все таки знаете как в первом риме порт отдельная такая какая-то пусть и здесь они рядом с поселением потому что в первом риме они могли находиться в провинции очень далеко и по факту практически каждый регион имел этот портовый городишко если где-то вот возле воды был даже вот вдалеке вот так вот но если его граница земель выходила к воде то тут где-то порт был расположен почему пользоваться не можем мы этими как раз доками чтобы высадиться без штрафов в море чтобы не тратить лишние очки передвижения вероятность убийства вероятность убийстве наземца успеха всех действий давай успех всех действий не ну вот тут вряд ли конечно он дотянется но здесь согласен вот когда нет тогда нет вот когда нет тогда да дальше скорость строительства стоимость найма всех легких стоимость действия можно агентов удешевить стрелков расход древесины можно стоимость содержания здесь еще все таки пойти дальше и все продолжить эту тему как бы еще страх перед голодовкой есть еще не отошли от этого подстрекательство великолепно ты красавчик тогда давай должен взять этот город не верят в любом случае не верят в автобой хотя ну средние потери отдают в принципе можно и отдать поселение здесь здесь рядом враги маячат рискованно отдавать автобою давай рискнем этот город заберем а то а то больше в этой серии ничего не успеет ну слил всех авангардистов и слил мечников причем стрелков практически не тронул ну ладно если кто-то нападет стрелки здесь сыграют большую роль согласен фракция уничтожена враг убит враг убит захвачена провинция можем издать теперь указ устроить игры ремонтируем можем нанимать колесницы так наверное сейчас и будем делать давай отремонтируем бонус есть поступление древесины пусть будет хоть и откуда тут их поступать этой самой древесины лучников гигантов колесницы самих гигантиков авангард не будем подтягивать боевой дух кстати колесниц побольше но они именно легкие защита в бою причем выше атака в бою чуть ниже скорость естественно выше боевой дух лучше доспехи не намного лучше чем у средней колесницы ну пару колесниц наймем парочки нам будет достаточно стрелков здесь можно будет застрельщиков даже пораспускать в перспективе но ближний бой нанять в этом регионе не судьба еще святилище афины сносим сносим потом будем возводить если что другое какое-нибудь святилище афина не расстроится афина у нас как-то особая и не в почете чаще всего полидорчик так полидорчик полидор 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 какой у тебя навык подожди после боя если герой привел подкрепление если гера почитаемым надо выгонять без вариантов ты когда там ходов еще один еще один всего лишь всего лишь один ход и у нас защитник придет тебе на смену нанимай тогда снова застрельщиков раз ты их слил не щадя наше влияние а наше влияние тут не растет даже смотрите святилище зевса не помогает амазонки всего лишь с одной постройкой хорошо на все это влияет и нам бы если бы милет мы захватили ох какие бы мы тут пироги могли печь и требования выдвигать а прям обалденные бы выдвинули требования так ну может быть сам асададим несмотря на то что здесь есть гиганты вполне возможно что этот остров я предложу амазонкам в обмен на допустим клозамены и еще какие-нибудь требования им пропишем почему бы и нет на отшибе нам тут земли не нужны а территории союзника требуется так что вектор будет усилять сейчас союзника продолжаем эту тему гнуть ликомет по дипломатии ничего герои у нас тут еще один агентик должен к армии присоединиться давай наладь там снабжение по всем канонам еще ресурсы закончились да быстро быстро ну да ладно нам что поделаешь тогда сдаем ход только это и остается мекены агентами действуют против теодора и мекены сюда идут еще ведут стек в принципе да мы можем защитить это крупный город портовый за счет посейдона еды добавим плюс гигантов самых топовых можно нанимать в перспективе раскачать город он может стать аванпостом нашим неплохим причем в том регионе если гектора улучшать ну сейчас посмотрим если я захвачу город четвертого левела я не помню какой там пятый уже прокачал если он четвертого то я его оставлю себе я прокачаю уникальную постройку чтобы с подвижников гектором качать я не против тебе еды дать но поменьше ну как бы соглашаться на их условия тоже некрасиво эти тысячи смотри мы проходим ваши проверки на вшивость амазонки они такие лютые тут подруги мстят чуть что так аргас плавает дион а вот он он кстати и враг там выдвигается разовый обмен медон но с тобой мы уже разговаривали в принципе на тебя плевать хочешь объявить войну я даже не против я может быть может быть сейчас гектор развернул в твой регион и заберем те города чтоб он не думал что как-то может диктовать трое условия не может он диктовать условия не должен так акис сваливает акиса ничего не получилось хотя тот стэк так и остался никуда не идет асува из-за неверных дипломатических решений а может быть из-за осаждающих со всех сторон врагов конфедерация асува сдает позиции нужно собраться растущая семена раздора готовность к службе горгофион сейчас придешь так ты еще не дотягиваешься ты еще пока не дотягиваешься хотя саракет мощный союз почему растущая лига саракет как положено 40 регионов и более 40 и сейчас на самом деле активно там скорее всего кто потерял захватил то есть поэтому нам пришло сообщение что уменьшено потом вы снова на том же ранге ну то есть все хорошо тут телекомет заберет хотя у него бомжи но вроде бы застрельщики хорошие да и преимущество численное есть о мы сейчас можем вытащить город взять вытащить за шкирку вас ты разбежала не помог вытащить своих товарищей за шкирочку но тут автобой хотя средние потери обещают ну надеюсь что обойдет без потерь таких прям кардинальных да отлично гектор молодец не знаю мне вот порой кажется что вархаммере что здесь все-таки к легендарным героям автобои относятся лучше ну когда ты сражаешься как минимум против обычных исключительные воины живая легенда боевой дух всех отрядов влияние размер ауры и враг убит сам астретий уровень города ходов до избытка здесь два но нам чтобы развить нужно четвертый уровень города получить мы можем нанять бронированных гигантов всех этих мечников в любом случае нужно будет отпускать в любом случае нужно будет отпускать лучников можно и подтянуть так а ну-ка ладно сейчас приценимся вообще какие возможности как там подожди называется город который мне нужен глазомены а здесь у нас самос амазонки если мы вам отдаем самос вы нам глазомеды ну в ноль смотрите выбивают хотя восьмидесятку так требует а ну-ка глазомены если так ну реально восьмидесятку а ну-ка другой город не ну цена другая интересное решение с их стороны но тут нам если обмениваться нужно будет обязательно защищать полководцем город гарнизон то будет покоцан поэтому чуточку концентрацию стрелков и даже троянских войн обдадим на первое время так в любом случае если сейчас и качать тогда основную постройку для реформы армии гектора это вот эйфы они вероятнее всего прокачаются в этом регионе у нас тогда будет все участие деньги влияние персонажи царские указы постройки ну еще и в минус уходим да нужно нужно амазонское влияние в одном городе слишком велико ну конечно кто б на амазонах не пошел смотреть конечно у них там влияние большое 15 бойцов прачники мерлеят тоже 15 в принципе оборона выстоит бига бига пича пилы больших мы можем покоцать его еще давайте его покоцаем отравленные колодцы ух ты полная неудача где он то ранил и на сколько на 5 ходов придется действовать слепую потому что здесь я никакого шпиона не найму и в Аполлонии тоже анкоры 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 оборона есть можно построить светилище прямо на перспективу сейчас влияние тут будет расти в любом случае тут наши наши все провинции а сколько героев где я могу у нас наверное лимит в любом случае на героев хотя нет на шпиона еще хватит на одного как раз давайте поближе найм шпиона на стоимость действия стоимость действия вероятность успеха да скорее всего сейчас тебя и возьмем набираем тебя отправим сюда но он успеет отличиться вылечиться как положено но тебе нужно прокачать армию дальше двигаться ни в коем случае нельзя дальше качаем ему гигантов за счет того поселения которое мы только что захватили увеличим количество гигантов лучше в этой армии гектору как бы они сейчас не особо там нужны и и и и ближников хороших нет придется вот так у нас в итоге ближний бой это исключительно гигант все остальное стрелки и плюс колесница ну колесница не совсем ближний бой это колесница в данном случае это отдельная категория заслуживающая совсем другого внимания все с героями с армиями разобрались теперь по городам прогуляться надо о зелье 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 у нас же тут уже есть возможность прокачать четвертый как раз великолепно то что нужно если мы сейчас начнем войну здесь мы скорее всего начнем может даже отправим этого полидора нанять гектору если успеем там и даже не здесь будем проводить все эти реконструкции и перестройки с армией гектор строительство сардах оборона есть хотя древесин это не хватает ничего не возведу сейчас место есть а строитель бесплатно работать не хочет договоры не объявились о появились аптера в принципе они воюют против всех потенциальных наших врагов поэтому с ними можно договориться троил неужели не троит о чем-то более стоящим задумался не даст нам ресурсов практически к сожалению но окей хотя бы мы с братом договоримся хотя бы с братом начнем общаться бонусы персонажа события гектор троянский ну тут сейчас троянцы с ним хотят дружить даже несмотря на то что надежность как бы еще минус 10 ненадежный минус 10 ненадежный минус 50 у тебя золото много да я смотрю ты даже древесину я думал сейчас отдаст меньше древесины чем золото у меня особо изменение соточка но мы тратим золото тоже прилично я кстати давненько не занимался тем чтобы золото отдать кому-нибудь или обменить на следующем ходу наверно надо будет этим заняться договор о ненападении подписываем мы первые у тебя недружественные отношения но и все это будет меняться сейчас ахейцы если к нам пойдут остров крит станет на нашу сторону остров крит будет наш а у тебя судя по всему все ты трусливо остался последний своих ну да ноль поселений сейчас будет убиваться может быть даже чтобы гектор восполнить потери вывести его из города или ладно сдаем ход просто сдаем ход в те сейчас даже не настолько сильна парис сдает позиции сдает парис кстати где он сам ну я же говорил он нас подставит а он тут а вон он в море с маленьким стеком хотя вот сердце Греции отчасти пытается прям вырвать из груди ахейцев прорывается наглец редкостный рядом с афинами он бродит на афины еще не напал афины принадлежат если я правильно заметил аяксу фракции аякса они принадлежат территории афин ну вот отлично захватывает наш союзник амазонки здесь все захватывают милет милет они и сами взяли так разовый обмен есть смысл мне с тобой дружить да нет ты с парисом воюешь вообще зачем это как бы в раздор внесет у него в основном прачники кстати говоря обратите внимание с дионом не так легко будет разобраться в этом плане стрелковую дуэль он выиграет однозначно у него обалденные прачники еще щиты у них перестрелка с ними равняется смерти можно попробовать выйти из города и в ближний бой навязать только если таким вот опытом все таки по числу отрядов у нас равенство но нас могут расстрелять я бы даже как-нибудь попытался их ловить на улицах города окружать задавливать и качеством брать расстреливая тылы но это уже следующей серии потому что на сегодня все друзья мои с вами был веру всем добра пока